В прошлом известная бизнес-вумен, светская львица, успешный предприниматель с миллиардным оборотом. В 16-м году, 9 декабря, меня взяли под стражу. Там твоя личность, она стирается. Муж от нее отказался. Женщина уже просто не выдержала то, что ее сын был наркоманом, и она его сожгла заживо. Дочь убила своего отца, потому что он ее очень много лет насиловал. Половина колоний сидит по этой статье. Это, конечно, большая трагедия, когда ты видишь, как на твоих глазах плачет женщина, потому что у нее только что забрали ребенка, и она знает, что она еще долго его не увидит. Это очень тяжело. Я хочу сказать, что женщины умеют принимать свою реальность. Женщины крепенький народ. Здравствуйте, уважаемые зрители. Вы на канале «Голос народа», и с вами ее ведущий Роман Абдулла. Сегодня у нас необычный выпуск. У нас сегодня в гостях Гульзада Салим. Гульзада, добро пожаловать. Да. Салим Ацамбарман. Гульзада Салим, в прошлом известная бизнесвумен, светская львица, успешный предприниматель с миллиардным оборотом, владелица и руководитель строительной компании. Это все в прошлом. Это все в прошлом. Которая, так скажем, у которой было все, и в один момент ничего не стало. То есть вам предъявили обвинение, после чего вы отбывали срок в колонию. Четыре года. Четыре года, да. Как так произошло? Почему жизнь так круто повернулась? Ну, конечно, можно искать, рассказывать о массе причин. Общество, кто-то скажет, зажралась, вот тебе и наказание. Кто-то скажет, наворовалась, вот тебе наказание. Кто-то скажет, переступил закон. А, наверное, более философичные такие, духовные люди скажут, ну, нужно было тебе это пройти, там, был такой твой кармический путь, либо что-то еще. То получилось, то, что получилось, оно получилось. Оно имеет место быть. Это колоссальный опыт пройти взлет, пройти падение. И пройти падение в состоянии осмысления его, всего того, что происходит. И при всем этом быть благодарной жизни за все то, что в жизни происходит. Самые даже неприятные моменты. Ну, наверное, можно сказать, это такая мощная школа жизни. Почему так произошло? Все достаточно банально. У нас всегда же было, почему-то особенно в столице, это в Астане, достаточно такое вот обособленное отношение к застройщикам. И считается, что почти многие застройщики, которые строят дома, строят жилые комплексы, они все-таки почти как, можно сказать, полумошенники. Наверное, это и участи постигло нас. Сложно обвинять кого-то, либо говорить, я там белая, пушистая, а кто-то там крайне плохой. Ну, произошло и произошло. В 2016 году, в 2015 году было заведено уголовное дело в Следственном департаменте Министерства внутренних дел. И в результате, в общем, как говорится, припарковались, приехали. В 2016 году, 9 декабря, меня взяли под стражу. Я попала в начале ВВС, потом в следственный изолятор. И после этого прошла женскую колонию. По какой статье вообще, какое обвинение предъявлено? Обвинение было по статье 189, часть 4, это растрата денег. Потом 190, мошенничество. Ну, вот если смотреть формулировку самого приговора, то гласит оно таким образом, что преследуя корыстные цели, преследуя мошенническую корыстную цель, мы начали строить жилой комплекс магистральный. Но почему-то мы его достроили. Но при всем этом планировали, оказывается, украсть деньги таким образом. Ну, история моего приговора – это отдельная вещь. Поэтому, наверное, уже все наелись таких рассказов о том, что правосудие неправосудно. Не хотелось бы сильно в это углубляться. Почему? Потому что я сейчас этим занимаюсь, тоже этими вопросами, доказыванием того, что тот приговор, который состоялся, он на самом деле несостоятелен. То есть, будем так говорить, последствия, которые повлекли, последствия, которые повлек этот приговор, они сейчас для многих чреваты. Для многих это очень хорошо, а для какой-то группы людей тех же дольщиков достаточно чреват. В 2016 году вас забрали в следственный изолятор. В декабре. 9 декабря. До сих пор помню. Следственный изолятор – это место, где вы находитесь, пока не вышел приговор. Да, следственный изолятор. То есть, пока идет следствие, пока приговор не состоялся, не вступил в законную силу, ты находишься там. В Астане. Это было в Астане? Это было в Астане, да. Ты заходишь на автозаке, это такой сленг, это такой автомобиль, который перевозит заключенных, осужденных, подозреваемых и следственно арестованных. То есть, его называют автозак. Тебя привозят на территорию, одевают наручники, говорят лицом к стене, прицепляют эти наручники. И потом с конвоиром ты следуешь до накопителя. Накопитель – это то место, где, в принципе, все собираются. Все, кто были лица осуждены, либо арестованы. Сколько человек там? Ой, может быть, очень много может быть. Накопитель, он поэтому называется накопитель. Там все собираются. И по половым признакам не делят, да? Нет, конечно, по половым признакам тебя не делят. Потому что он же там единственный. Это же тебе не Дубай, чтобы был отдельно накопитель мужской, отдельно накопитель женский. Тебя накапливают везде. Ну, конечно, потом уже разделяют в любом случае. Там же есть вот эти вот небольшие кабинки. Я их так называю кабинки. А так это вообще как камеры, да? Где пока ты ждешь либо своего адвоката, либо ждешь какого-то, какой-то транспортировки, либо там наследственные действия, либо в суд, ты ожидаешь свой конвой. То есть тебя туда садят, снаружи закрывают, и там ты, конечно, сидишь по половому признаку. Со своими, как говорится, как со своими этими... Сокамерниками. Не сокамерниками, а с теми, кто вот, ну, в общем, женщины, женщины, мужчины, мужчины. Ну, как-то вот так. Есть обязательный принцип. Те, которые уже когда-то были, привлекались к уголовной ответственности, их размещают отдельно. Те, которые сейчас находятся там на стадии следствия, их размещают отдельно. Ну, как-то вот так. И сколько... Почему причина? Потому что якобы уже осужденные лица, иногда их называют в сленге ходоки, они могут плохо влиять на тех, которые вновь прибывшие. Ну, потому что те, которые проходят тюрьму, у них психология немножко другая. Поведение и образ жизни другой. А те, которые только приходят, они как такие вот, как слепые котята, там, поведение другое. Те, которые уже проходили, уже несколько раз осуждались, либо проходили вообще тюрьму, лагерь очень много раз. У них вообще психологический портрет их совершенно другой. Это люди немножко с такой немного злобинкой, люди более агрессивные, более требовательные. Как-то вот такие вот есть особенности психологические. Какое отношение в следственном мезориаторе? Отношение? Ну, как может быть отношение... Ну, я имею в виду, там, избивают, там, физически или там... Ну, женщин, понятное дело, никто не бьет. Это, конечно, большие сказки, когда говорят о том, что там женщин подвергают физическому насилию, избивают, но психологическое насилие, конечно, оно есть. И даже то, что ты оказываешься в таком месте, это уже сильнейшее психологическое давление. Любое лицо, любой человек, который попадает за пределы, будем так говорить, колючей проволоки, да, пусть даже на какой-то короткий момент жизни, он уже выходит другим. Потому что сама атмосфера, там энергетика такая, там само... само энергопсихическое пространство, оно другое. Понимаешь, вот этот вот лязг ключей, лязг металлических дверей, вот эти вот конвоиры с дубинками, то отношения там обязательно стараются к тебе не с большим уважением и почтением. То есть там твоя личность, она стирается. Тюрьма же это прекрасный урок для того, чтобы натренировать свое, то есть прям натренировать свое эго. То есть ты начинаешь, как сказать бы правильно, оно начинает стираться. Оно начинает стираться, и твои какие-то социальные роли, которые мы играем, твоя там социальная значимость, там Агашка, Кукешка, ты там Арман Серикович, Аскар Муратович, либо там Гульзада Салимовна, там этого нет. Ты там просто либо осужден, либо следственно арестованный, несмотря ни на то, кто ты, ты обязательно будешь лицом к стене, и все. Поэтому нахождение уже там, это психологическое давление, Арман, в любом случае. Ни один человек там не может геройствовать. Сколько времени вы были в следственном изоляторе? В следственном изоляторе один год и восемь месяцев. Один год и восемь месяцев? Ваше дело рассматривали на таком промежутке? Да, на таком долгом промежутке времени. А какой вообще распорядок был в дне? Ну распорядок очень простой. Ты поднимаешься в шесть утра. В шесть утра подъем. Это обязательно? Обязательно. То есть ты не можешь лежать спать? Нет, ты не можешь. Потому что если ты будешь лежать спать, то тебя за это накажут. То есть тебе могут сделать предупреждение. Во-первых, ты будешь лежать спать, тебе прям обязательно конвой подымется, надзиратель обязательно подымется, сделает замечание, может подать рапорт с нарушением того, что ты там спал на 15 минут дольше, либо там на 20. Это считается нарушением. Дисциплина такая же, как в армии. Однозначно. В шесть часов подъем, неважно, во сколько ты лег спать. И в десять обои, неважно, что ты там делаешь. Это распорядок. В шесть вы просыпаетесь дальше? В шесть ты просыпаешься, в шесть ты просыпаешься, ты должен убрать свою постель, и по дежурству назначают уборку в камере. То есть такая, их камеры бывают разные. Бывают на шесть мест, бывают на восемь, бывают на два. Но это, конечно... Что такое камера вообще? Как она выглядит? Камера мне до сих пор не нравится, вот прям, знаешь, прям триггерить слово камера. Почему она называется камера? Ты знаешь, я вот не знаю, я не задумывалась, почему она называется камера, но могу сказать тебе, что камеры, они небольшие. То есть если это двухместная камера, то там практически вот на движении твоей ноги, да? Вот так ты пошел в туалет, вот так ты сел кушать, вот так ты спишь. Ну то есть, ну ты немного... Два на два примерно? Ну не два на два, ну небольшие совсем, ну может быть чуть больше, чем два на два. Вот, соответственно, санузел, который отделен просто ДСП, отделен этим вот просто отделен ДСП. Ну вот и все. И все, что ты там делаешь, и кушаешь, и писаешь, и все прочее в одном... Кровать, уборная, больше ничего нет? Кровать, уборная, стол, который прибит к стене. Вот. Чайников электрических нет. Есть, по крайней мере, в Астанинском следственном изоляторе. Чайников электрических нет. Кипятильник. То есть представь, насколько это опасно для жизни. Это такая кружка металлическая на 0,4 объем. Ты туда наливаешь воду, ставишь кипятильник туда, и так ты кипятишь себе чай. Вот. И такая же посуда. Вот. И ты с нее ешь. И все микробы, которые могут быть, любая вот эта вот бактериальная флора, она практически, можно сказать, находится там. Потому что, ну, ложки, они все одни, никто же тебе их новые не дает. Ложки такие же алюминиевые. Вот эти вот тарелочки, такие же они алюминиевые. Вот эта вот алюминиевая кружка объемом 0,4 или 0,5, которая выполняет все функции. Она тебе и чайник, она тебе и умывашка, с ней ты и чистишь зубы, с ней ты и входишь в туалет. Ну, как-то вот все вот у всех по-разному. Вот вы и проснулись, да? Вы говорите, потом уборка идет? Потом идет обязательно уборка. После уборки. После уборки ты обязательно должен выстроиться и ждать наряженный, красивый, в чистом помещении. Ты должен ждать, когда появится, называется это обход, либо проверка, проверка, по-моему, называлась. И приходит вот тот надзиратель, который сдает смену, и тот, который принимают, иногда могут быть с ними представители администрации, они вот обходят эти все камеры, и ты вот должен красиво, так, с красивой стойкой, с подтянутым животом объявить, кто ты. Вот это вот даже там, либо там, подследственное слово, либо осужденное. Это же уже унижение, по сути. По какой статье, как тебя зовут, представиться, и рассказать, сколько в этой камере человек, и все прочее. Ну, все по уставу. Забывать ты не имеешь права. Переиминаться с одной ноги на другую тоже не имеешь права. То есть все должно быть четко, как в армии. А вот потом уже, как эту проверку провели, и потом ты уже расслабляешься, выдыхаешь, и кто чем занимается. Кто-то просто садится пить чай, а обычный ритуал, это все садятся пить чай. Следующее потом, кто-то читает книги, и потом выводят на прогулку. там 15 минут, 20, 30 минут. Ну, свежий воздух утрира, назовем это утрированным свежим воздухом. Ну, представь, тоже такие же бетонные стены, и такой верх в печеньку, да, арматурой весь в печеньку прошитый. И вот ты так вот смотришь на этот свежий воздух. Тоже такое небольшое забетонированное пространство, где ты просто ходишь туда-сюда, туда-сюда. Вот и вся твоя, прогулка. Сам следственный изолятор, вот эта вся аура, вот эта вот, так скажем, да, вот энергетика вся, она уже настраивает человека, что он будет, так скажем, приговорен? По-любому, однозначно. То есть там нет такого, что вот будет надежда, что ты выйдешь оттуда? Нет, конечно. Эти надежды арестанты создают себе сами. И вот есть такая фраза, у любого арестованного лица, у любого арестанта есть только два праздника. День его рождения и день его освобождения. Все. Других праздников не существует. И каждый живет с надеждой, что все-таки его пронесет. Каждый. Потому что, ну, кому хочется идти куда-то в заключение? Надежду люди себе создают сами. Понимаешь? Вот просто, например, из картонных, из коробок сигарет, коробки остаются от сигарет, они себе рисуют карты. Вот каждый, кто не сидит в тюрьме, они все супер-гадалки, все супер-экстрасенсы, все супер-ведуньи, ясновидящие, яснослышащие. Почему? Потому что они создают себе эти и начинают просто какие-то пассиянсы гадальные раскидывать, что-то еще делать. Понимаешь? И хочешь, не хочешь, уже куизаш лук путет. Вот тут такая вот ситуация. Тут интересно очень. Гадают на чем только невозможно. На спичках, на вот этих вот самодельных картах, на чай, на этой заварке, что остается практически на всем. Потому что людям хочется верить, надеяться, что все-таки что-то хорошее произойдет, и они все-таки смогут вернуться. То есть, по сути, когда вы были в следственном изоляторе, вы уже понимали, что все? Ты знаешь, Арман, вот не было ни одного дня, когда я не собиралась домой. Вот не бывает. Ну вот не было ни одного дня. Вот, ну не было. И ни один, кто отбывает наказание, не думает, что вот все, сел бы ты. Каждый старается, стремится, делает все и продолжает верить в то, что он обязательно вернется домой. Каждый. Ну не у всех это получается. А потом каждый мечтает и надеется, что вот сейчас приеду, то есть, вначале такая надежда, что вот все, освобожусь все равно, сейчас апелляцию подам, на апелляции опять ничто не выходит. Потом они говорят, сейчас я вот касационную жалобу подам, может быть, там повезет. Опять надежда. Потом он приезжает, когда на лагерь, пока еще едет, еще надежда есть, что он оттуда уйдет. Потом, когда приезжает на лагерь, потом, когда принимает реальность, там, после нескольких, после одной желательно, обычно попытки освободиться, потом он уже успокаивается. А вот, ну мы еще до лагеря дойдем. Я бы хотел поговорить пока про следственный изолятор, потому что это все-таки тот пункт, где еще как бы есть вроде бы шансы и не уйти в лагерь, да? Ну или там получить смягчение, так скажем, по приговору, там, условно-досрочное или еще что-то. Нет, условно-досрочного не бывает. Есть условное осуждение, либо осуждение. Да, условное, да, 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 да. Условно-досрочное бывает освобождение, да. А вот какая-то вот, так скажем, фильтр вот в камерах там, вы с вами вот, вы говорили, шести-восьмиместные, там были все и коррупционеры, и убийцы, и там мошенники, или их как-то делят? Конечно, нет. Зачем делить, зачем делить арестованное стадо? Ну это же глупо. Нет, конечно, ты... Вот год и восемь месяцев кто в следственном изоляторе? Ой, разные были, разные. Коррупционеры? Конечно. Женщины? Ну да. И женщины, которые привлекались и по коррупционным преступлениям, и которые привлекались и по сбыту наркотиков, и те, которые привлекались за убийство, и те, которые привлекались за хранение, да, вот наркоманки, да, которые вот, ну, хранят при себе и попадаются. У них там самый, кстати, небольшой срок. С тобой вместе сидят и воровки, ну, и мошенники, ну, это просто люди, и алкоголички, и бомжи, которых вот просто там кто-то кого-то нечаянно убил и подобрали, отмыли, привели, вот бывший он бомж, а сейчас он просто вот, просто перед тобой сидит человек, и все. И как ты будешь его... Ты там уже, Арман, понимаешь, когда туда попадаешь, там люди, ты их не делишь, потому что вот ты сидишь за одним столом, ну, 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 да, наркоманом, но ты просто с ним разговариваешь, ты с ним взаимодействуешь, ты с ним сидишь за одним столом, спишь в одном пространстве, как ты его будешь называть там, наркоманом, либо осуждать, этого нет. Кстати, тюрьма прекрасная школа для того, чтобы научить человека жить без ярлыков и осуждения. Не суди кого-то. Не суди, потому что... Вот они. Вы говорили, что разные люди были. Вот они в основном себя считали виновными или невиновными? Вот, например, люди, которые убили кого-то, они считали себя виновными? Которые убили? По-разному. Это же по-разному. Это же разные жизненные судьбы. Кто-то на самом деле, да, он осознает это и знает, сожалеет, очень раскаивается. Кто-то считает, что он это сделал правильно. Кто-то считает, что такова была воля Всевышнего, и поэтому я так сделал. Кто-то считает, что он вообще не виноват, и его подставили. Ну, разные обстоятельства, тут разное, совершенно разное. Просто интересно, сама психология человека, совершившего преступление и считавшегося там невиновным или виновным, то есть насколько вот наше общество, оно как бы в этом плане продвинулось, так скажем. Потому что, ну, в многих развитых странах, где общество такое развитое, частенько люди признают свою вину и спокойно относятся и говорят, да, я виновен. Ты знаешь, вот я тебе просто скажу такую статистику, ты знаешь, я очень много видела судеб человеческих там именно, и они очень разные. И сейчас я понимаю, что все может происходить, конечно, по-разному, но каждый человек в глубине своей души испытывает невероятное чувство вины за все. вот однозначно каждый человек начинает вот, начинает в себе копаться и начинает испытывать это чувство вины. И как бы внешний человек не хорохорился, внутри у него это сидит. Да, есть такие события, обстоятельства, отдельные, да, женщины, которых я видела уже в женской колонии, которые однозначно говорят, я не виновата, я не виновата. И они стоят на этом, я не виновата. И ты понимаешь, что они не виноваты, потому что ну невозможно столько стоять, невозможно столько говорить, что ты не виновата. А попытки суицида бывают? Попытки суицида? Ты знаешь, я хочу сказать, что каждый в глубине души, наверное, вот иногда об этом думает. Вот иногда вот им кажется, что жизнь такая пустая и никчемная, раз он здесь. Но ты знаешь, я хочу сказать, что женщины умеют принимать свою реальность. Женщины крепенький народ. Поэтому чтобы я увидела кого-то, кто там хотел бы себя убить, выпив кучу таблеток, либо там повесился, ну такого я не видела. По крайней мере, за 4 года я не видела. А вообще легко совершить суицид в следственном изоляторе? Ну при желании его всегда можно совершить везде. Ну конечно. Ну я к тому, что там показывают же разные карты, где там абсолютно невозможно сделать суицид. Шнурки элементарно даже снимают с людей, чтобы не было возможности повеситься. Такого прям, ну элементарно, ну вот я же тебе говорю, он кипятильник, кипятится в открытой кружке, ну засунь туда палец, ну вот тебе пожалуйста суицид, ну что мешает. Ну вариантов много, честно, не хотелось бы прям это все перебирать, но их много. Я простой тебе пример приведу, женщины наловчились, и не только женщины, это делают все арестованные наловчились, резать хлеб, там я не знаю, какие-то продукты ложкой, то есть ее обратной стороной они ее натачивают на металле, она становится остренькой и ею режут. Вот тебе и самодельный нож. В этот период, год и восемь месяцев в средственном изоляторе, учитывая, что это Астана, в Астане очень часто происходят крупные коррупционные скандалы с известными политиками. Были ли какие-то известные политики, которых вы видели в этот момент? Ну да, конечно, это был такой период, кстати, интересного такого сенокоса, такой же прям мощный сенокос был, но весь Байтирек, весь Байтирек, ребята, все там были, ты их всех видел, всех, то есть я видела. Куандык Бешимбаев, это как раз один период у нас был. Я помню, откуда-то привезли Талгата Ермегияева, по-моему, еще каких-то пару министров было, по-моему, то ли сельское хозяйство, то ли энергетики, они как-то были, но там же это значение не имеет же, когда ты попадаешь в то пространство, там это значение никакого не имеет, ты просто арестант и все и соответственно когда кто-то там ходит в обычных трико и в каких-то просто кроссовках там же не в костюмчиках поэтому так-то особо даже и на лицо никого не различишь, потому что каждый ходит поникший со своей проблемой и с надеждой и с мыслью что же придумать либо что же сделать чтобы вернуться домой у всех там одна мысль только выйти за пределы этого пространства поэтому там никто сильно и не обращает ни на кого внимания приговор вышел ваше первое ощущение что вы тогда ощутили мои первые ощущения когда вышел приговор ты знаешь вот если чисто говорить обо мне у всех конечно по-разному бывает у кого-то была истерика у кого-то паника ну у меня было я его у меня было какой-то какой-то сумбур какое-то непонятное состояние я не понимала этого я не осознавала я этого не чувствовала я просто понимала что вот это вот произошло у меня только единственное в голове крутилось я думаю ну обнаглели ну 11 лет ну обнаглели вот только 11 лет вам дали мне дали 11 лет кстати кстати у меня самый жесткий и самый жестокий приговор в отношении женщин который был за 25 лет истории казахстанского правосудия по статьям растрат вот вы вошли в историю ну да но представь 11 лет дать женщине ранее несудимой у которой на иждивении двое малолетних детей сколько им было лет тогда дочери было 15 сыну было 8 и вот просто вот вроде как бы ты за убийство дают 8 да самая нижний порог 8 максимальная статья максимальный срок это ну допустим по растрате той же от 7 до 12 лет и вот представь мне почти дали максималку 11 лет при всем при всем том что нету у тебя никаких отягчающих обстоятельств ты не рецидивист у тебя не было смертей вот представь я вот пыталась как-то эту тему развернуть думаю ну почему так дали много как вот это же ненормально просто а мне потом успокоили мне говорят ну вам дали столько потому что вам применили же амнистию у вас же 5 с половиной я говорю нет ну это амнистия это же то что предусмотрено конституции почему из-за этого мне должны давать максимально чтобы когда была амнистия оказалось 5 с половиной но мне объясняют и говорят ну а как вы хотите там же дольщики есть амнистию дает президент страны да президент подписывает вы подаете документы на амнистию нет я ничего не подавала кто определяет кому надо давать амнистию ну пишет есть же четкое положение кому амнистия положено а кому не положено то есть по всем тем критериям мне амнистия была положена вот и все но я ее не просила мне ее дали вы не просили нет я не просила хорошо вот вы получили приговор вас этапировали в колонию ну Арман ты после следственного изолятора ты на поезде в Столыпинском едешь в Караганду Караганда это такой его называют централ где скапливаются и приезжают все осужденные лица с других регионов они все накапливаются в Караганде и потом с Караганды идет распределение также то есть такой же центральный центральная тюрьма центральный следственный изолятор централ его называют есть еще и в Алмате то есть вначале мы приехали в Караганду мы там побыли несколько дней потому что ты ждешь своего поезда своего другого это спецпоезд конечно это спецпоезд это спецпоезд который охраняется военными это собаки это прям как в кино вот там как в кино это военные это собаки бесконечно лающие они не молчат они все время то есть вот картина страшная я еще помню мы уезжали это была ночь это была ночь вот эти прожектора лающие собаки вот такая вот такая вот досточка тоньше чем вот это вот точнее уже чем вот эта вот такая досточка ты по ней должен обязательно пробежаться не пройтись спокойно а бежать и тебе еще прикрикивают быстрее быстрее еще у многих на руках вот эти вот китайские сумки эти собаки лают эти военные стоят картина конечно страшная была и внутри столыпина все так же как в кино ничто не изменилось так же камеры то есть вот где купе двери где должны быть купе там металлические вот эти вот решетчатые двери все закрывают внутри антисанитария полная там сидишь и сидишь и думаешь как бы правильно присесть чтобы вот ни к чему не прикоснуться это вот очень тяжело написать там пыль сколько там паразитов микробов это вообще там ты сидишь и мужчины и женщины все вместе ну мужчин всех туда отдельно в эти купешки запихивают по 6-8 человек сколько по месяцу ну представь когда этапы переполнены никто же не будет тебе создавать условия там по 4 человека как положено то есть там нет условия полежать стоя сидя ну когда уже хочется спать ты уже не думаешь что там грязно что там пыль ты протираешь салфеткой просто ложишься либо на пакеты либо на что-то свое но ты уже ложишься потому что уже невозможно но там ужасно грязно сколько времени занимает пыль ну по-разному если ты с Караганды в Алмату сколько на поезде занимает обычно так в такое же время столько ты и едешь дают тебе обязательно вот такую буханку непонятного происхождения дают тебе вот такую жестяную банку лещ консервированный и дают тебе нож этот нож представь один нож он просто по он можно сказать общий потому что этим ножом прошлись все и вот ты должен эту банку себе открыть и вот этот вот вот этот вот костлявый лещ консервированный да который предназначен для нелюдей и вот этот вот страшный хлеб непонятного происхождения он таких вот больших его приносит в этих не в как-то называют в мешках полиэтиленовых и вот так ну вот так вот этот хлеб подают и ты должен вот этот вот хлеб с этим лещом как-нибудь вот съесть попытаться в фильмах различных показывают в колонии там свои правила свои законы свое так скажем понимание образа жизни в женской колонии там все так же как и в мужских или есть какие-то отличия ну нет конечно не все так не все жаргоны те же там условно говоря когда разговаривают ну конечно жаргоны есть везде они же тоже какое-то предают вот вы пришли вот как там встречают вот условно говоря там встречают или как вам первое отношение там нормальные обычные женщины зашуганные бедняжки в печали в тоске знаешь каждый со своей болью ну какие там из них там вот эти вот распальцовки что показывают в фильмах они и так все каждые знаешь со своей болью сидят и с каждой тоской поэтому ну нету это в кино должна быть какой-то экшн для конечно какая-то драма должна происходить иначе это будет неинтересно а вот в жизни колонии ну все до безумия просто на них смотришь честно жалко вот реально их всех жалко мне прям искренне я каждый из них сочувствовал но при этом они совершили преступление ну слушай ну не делите людей так преступление совершить можешь и ты преступление могу совершить и я и другой и кто угодно у нас нет права судить и называть его преступником потому что если ты кого-то судишь это может прийти в твою жизнь не зря же святые люди говорят каким судом судишь таким и сам будешь а как тогда называть какою мерою меришь таким и тебе будет измерено потому что мы не можем однозначно сказать преступник он или нет вот простой тебе пример вот девушка это вот прям будем так говорить кейсы да из колониальной жизни вот девушка дали ей 15 лет якобы за убийство ребенка в доме инвалидов собственную или у чужого ну чужого она там нянечкой была якобы она преднамеренно преследуя корыстную цель убила ребенка страдающего синдромом дауна ей дали 15 лет потому что она там его привязала как-то ребенок двигался баловой тем более это же нарушение в нервной системе и он задохнулся ей дали 15 лет и сказали что она убила его преследуя корыстную цель попала она в колонию ну можно сказать что муж от нее отказался и семья мужа от него отказ семья мужа от нее отказалась тоже и сказала уэйбай уэйбай манакатна саган негирек болтур меден шахан ангин адам был мэйдет но что самое интересное все-таки она умничка большая умничка получилось про ей конечно пришлось провести два года там ей ее приговор пересмотрели в верховном суде все-таки верховный суд пересмотрел и увидел что состава так такового нет у нее оставили только халатность потому что она уснула она просто уснула ее немедленно освободили хотя ну все от нее отказались это тоже интересный кейс вот кстати я тоже в этом деле принимала участие помогала и сейчас она вернулась в социальную жизнь но она очень травмирована как с этим дальше жить масса других историй когда женщина не преследовала никакой цели обогатиться но не преследовала цели точнее обогатиться обманом вот эти вот всякие квартирные дела кто-то же запускает информацию давай комитин квартир шарпперемс очередь шарпперемс баасы бейсм доллар зато она манадай-манадай комплекс госпрограмма квартир шарпперемости половина колонии половина колонии сидит по этой статье мошенничество но фактически когда ты читаешь ее приговор когда ты слушаешь ее когда ты вообще изучаешь ее дело ты понимаешь там цели смошенничать не было ее только можно привлечь за то что она просто доверилась она реально верила что можно так сделать получить эти квартиры дать людям потому что им обещали и говорили они были посредниками и это такая радостная носица у самой ни дома ничего нет и она все надеется сейчас пытается все собрать отнести чтобы получить квартиру как плод ее работает таких женщин очень много разве можно назвать их мошенницами разве можно их назвать мошенницами разве они преследовали умысла но он умысла обмануть и обогатиться но таких людей таких женщин их очень много да есть которые прям намеренно преследуют цель завладеть твоим имуществом алдап алдап такие тоже есть экземпляры финансовые пирамиды финансовые пирамиды тоже такая вещь относительная с нами я тоже видела финансовая пирамида создание финансовой пирамиды участие это же тоже как отдельная статья это экономические преступления я тоже видела там таких женщин которые были директорами в таких финансовых пирамидах но они свято верили тем создателям этих пирамид которые им обещали какие-то баснословные вещи они просто хотели работать и то есть самодостаточно да вот как сказать достойно жить а знаешь почему проблема многих людей которые туда попадают безграмотность люди просто не понимают они не обладают определенными знаниями нету финансовой грамотности нету юридической грамотности разве можно человека привлечь к уголовной ответственности за то что он просто не понимал этого невозможно но так делают и таких женщин очень много назову ли я ее преступницей нет она для меня не преступник она для меня та которая просто излишне доверилась и сейчас пожинает свои плоды а сколько мужей их бросают когда они попадают в тюрьмы от них же уходят конечно очень много практически большая часть а с вами как было а я же не замужем была у меня немножко по другому было я была на тот момент не замужем я наоборот в результате этой ситуации в результате своего этого несчастья и горя встретила своего мужа то есть у меня совершенно другая история и сколько разбитых сердец сколько женщин которые живут с этой болью и они вот я помню бедняжки стоят на таксофонах еле выпрашивают там же таксофон по датам по дням ты же каждый день не можешь звонить и вот они стоят у этих таксофонов звонят к своим мужьям кто-то трубки не берет кто-то уходит просто и говорит ты басандор кто-то там с ними грубо очень разговаривает много всяких историй много сколько приходилось вот мы вот видим когда женщина выходит идем на таксофон и видим женщина плачет ну все мы понимаем примерно с чем ситуация связана каждая просто подходит просто гладит по спине что-то пытается сказать и сказать-то нечего потому что ты сам сидишь сама сидишь с такой же ситуацией с таким же горем с такой же болью да ты просто гладишь и говоришь ну не плачь ну не переживай все будет хорошо давай может быть там пытаешься как-то развлечь отвлечь но не можешь ничего сказать конструктивного потому что ну что ты можешь сказать потому что понимаешь ситуацию и ее эмоциональное состояние очень много таких ситуаций как ты назовешь ее преступником вот вы разные истории рассказывали а была ли какая-то история которая прям шокировала вас история из жизни осужденных женщин ой их много по каким причинам например их очень много их обычно вообще есть везде же есть свой этикет так же как и в социальной жизни есть этикет правило не говорить там о здоровье о религии о деньгах да то же самое есть этикет и в местах лишения свободы мало кто обсуждает свои уголовные дела никто не задает вопросы никому никакие и то есть еще в следственном изоляторе как-то обсуждают все рассказывают друг другу там делятся плачут там идет просто принимаешь то что есть просто изо дня в день изо дня в день проживаешь считаешь дни когда как бы ты приблизишься к дню своего освобождения к своему самому большому празднику и конечно когда есть люди которые открывают сердца открывают души истории масса например та ситуация когда женщина уже просто не выдержала то что ее сын был наркоманом и она его сожгла заживо это тоже действительно реальный кейс который был в жизни была история когда не история а вот прям дело когда женщина убила свою дочь точнее в приговоре написано что она убила свою дочь но она ничего не помнит и она до сих пор не может понять как это произошло и убила ли она или не она что было она в неведении до сих пор есть истории когда женщина с мужем они убили своих маленьких годовалых деток новорожденных ну годовалые да они их убили но много их были случаи когда дочь убила своего отца потому что он ее очень много лет насиловал просто не выдержала она и нанесла а в таких случаях также осуждают да также потому что была ситуация когда он был опять пьян она его уже просто не выдержала и тут еще и когда мать это узнала они просто его зарубили ножницами 47 ножевых ранений история фактическая была да была но они получили как групповое преступление они получили 15 лет а девочка совсем маленькая крохотная ей по-моему лет 18 или 17 было были истории когда вот есть девушка которую родной отец насиловал после смерти матери она же его убила но она таки не признала что он ее все это время насиловал да потому что яд потому что жужжет не дит потом потому что ничего страшного а почему убила ей вопрос задали она сказала этого очень много в деревнях очень много то что сейчас рассказывают все там с трибун эти против педофилов против женского насилия да вот оно под боком его очень много только о нем никто не говорит а мы этого видим очень много и просто такие развращенные варианты их очень много их можно сейчас эти истории просто вспоминать вспоминать и рассказывать самые сложные моменты какие были именно в колонии самое сложное наступает тогда когда ты просто начинаешь сильно скучать и тосковать по детям вот это самое сложное то есть это самое сложное а дети понимали что вы за решеткой конечно ну гораздо позже то есть сын-то думал мой сын вообще думал что я умерла потому что меня так долго не было он был маленький ему же никто не рассказывал что его мама в тюрьме вот и он считал что я умерла а потом когда он меня увидел потому что пока я была в следственном изоляторе меня прооперировали он все-таки ко мне пришел в больницу когда увидел меня живой и здоровой он маленький же 8 лет ну что он может сказать он просто меня бесконечно обнимал и говорил мама сен барсен сен дебя ржахсма то есть только такое состояние было у детей конечно в любом случае когда разлучают мать и ребенка это всегда тяжело для как и для ребенка так и для матери ну есть разные матери тоже а дети с кем оставались здесь у меня дети остались с моим двоюродным братишкой и с мамой моей вот а ты представь как было тяжело когда мы видели детей которые находились в колонии там же детский дом был в колонии есть дети там где родились там да есть те которые рождаются есть те которые с матерями туда приезжают до трех лет дети находятся там детский дом ребенка он называется там и там отбывают это вот срок декрета да вот это три года да там отбывают наказание женщины с детьми которые либо родили в следственном изоляторе либо в тюрьме ну в женской колонии либо которые когда их взяли под стражу были с грудными малышами вот и их они находятся там в местах лишения свободы со своими матерями вот на тот момент 10 лет ребенок также до трех лет а потом если никто из родственников не забирает то ребенка отдают детский дом если кто-то из родственников соизволится забрать ну тогда вот просто уезжает ребенок к родным там оставаться после трех лет не может это конечно большая трагедия когда ты видишь как на твоих глазах плачет женщина потому что у нее только что забрали ребенка и она знает что она еще долго его не увидит это очень тяжело это очень тяжело это очень тяжело поэтому вот как бы многие же люди злорадствуют когда кто-то попадает в тюрьму да те которые например ну всякие же ситуации бывают и когда люди друг другу желают этого зла да да чтобы его посадили чтобы тебя там посадили но если бы люди примерно хотя бы чувствовали что человек там чувствует что он испытывает а еще когда мать с ребенком вместе это ужасно это страшно и на тот момент когда мы были там находилось 20 25 по-моему или 24 ребенка и вот недавно мы ездили отвезли игрушки 33 33 малыша там были 33 только представь 33 ребенка за колючей проволокой а какой у них распорядок они целый день рядом с родителями они целый день рядом с мамами да и для них вот они только видят либо дядик тетик в форме либо тетик в серой одежде серая одежда это форма да то есть форма которую ты носишь в колонии и вот ты только представь вот это вот их весь мир и ничего другого они как бы они не понимают они не видят конечно им создают какие-то радостные события когда там к ним приезжают очень редко конечно но все равно приезжают аниматоры как-то хоть как-то развлекать например та же администрация колонии пытается этих детей что-то дать какую-то радость но ничто же не заменит свежий воздух свободой потому что в местах лишения свободы там и там и воздух совершенно другой там все по-другому какой там воздух очень тяжелый он очень тяжелый но представь какой там какая там энергетика слез печали безысходности какая боль да у каждого человека и ты знаешь вот больше всего ворон всегда летает либо над могилами либо над тюрмами обрати внимание всегда и кстати очень много голубей это вот наше такое интересное развлечение всегда было их кормить их их кормишь и как-то такая можно сказать практически процесс самадхи такого умиротворения и спокойствия когда ты их просто кормишь колония это же не только держать человека так скажем в заперти это же в том числе и перевоспитать его как ты его перевоспитаешь вот этот процесс он есть вообще там перевоспитывают людей там люди сами перевоспитываются там жизнь их воспитывает ну конкретно никто с тобой не занимается там ты там неправильно это неправильно почему ты так поступил это же все относительно все в жизни относительно я понял я имею ввиду такого процесса не выстроено вот смотри например в Жаугашта где была я была средняя школа очень много женщин ну будем называться называть сленгом социальным преступниц осужденных так назовем лучше которые не имеют оконченного среднего образования там они заканчивают эту школу средняя медицина школу? школу заканчивают 10-й 11-й класс 9-й класс им выдают аттестаты им выдают аттестаты они там учатся прям есть полноценные классы полноценные преподаватели очень кстати добрые душевные люди проводят там какие-то всякие осенние баллы что-то делают там тоже кипит своя жизнь очень много например женщины цыганки основная масса не имеет образования и не умеют многие не умеют писать и многие не умеют читать а подпись они ставят там крестик либо там галочку ну по-разному кого как вот и они там оканчивают многие среднюю школу там же есть и технические колледжи там можно там обучаются швеям обучаются там что еще у них есть дизайнеры я помню были швеи есть эти господи как еще называют конструкторы одежды то есть что-то там есть люди обучаются получают средне специальное кто-то образование но если в части этой то да мне кажется это прекрасный прекрасный прекрасная возможность получить образование и уже после тюрьмы где-то трудоустроиться этот вопрос чему был задан то есть человек который отбыл наказание выйдя оттуда с колонии он как-то по-другому себя уже настраивает на эту жизнь у него какая-то надежда жить появляется или Арман по-разному я хочу тебе сказать что любой человек который выходит из тюрьмы ему еще нужно научиться жить в этом социуме даже если ты был в этом социуме но ушел из него на какой-то период жизни и вернулся в него вновь это очень тяжело это очень тяжело потому что нужно научиться жить в той среде которая есть научиться адаптироваться простой даже пример приведу на себе этот пример расскажу из своей жизни своего опыта вот представь ты живешь там размеренной какой-то жизнью и ты выходишь в суету сует где люди просто несутся суетятся в разные стороны куда-то все бегут бесконечно все на этих телефонах и все куда-то торопятся вот у меня было такое что у меня просто кружилась голова у меня кружилась голова и я не выдерживала этого темпа и я прям чувствовала влияние вот этого и всего вай-фая и этой сотовой связи потому что я просто не могла себя долго собрать и какой-то определенный период времени было ощущение практически наверное года у меня так два было как будто ты живешь какой-то фрустрации какой-то какая-то дымка всегда идет ты выходишь все равно с каким-то с какой-то обидой с какой-то некой у кого-то созлобленностью но однозначно все с очень низкой самооценкой основная масса а вот в колонии сколько у вас человек было когда я была по-моему было что-то чуть больше 800 или меньше 800 ну что-то вот в этих пределах могу ошибаться в Америке например да там оказывается в федеральных тюрьмах осужденных делят по расовым признакам то есть азиаты отдельно кучкуются там темнокожие отдельно ну это наверное делается для того чтобы они там между собой какие-то оскорбления чтобы межрасовых да наверное не было вот в этом плане вот у нас в Казахстане здесь как-то по национальностям вы как-то кучковали нет конечно ну нет по полуме я имею ввиду даже есть же женщина традиционная есть нетрадиционная но я тебе хочу сказать все не так как вот вам показывают драматурги в кино и в сериалах нет все гораздо проще но всех этих женщин объединяет одно да они просто находятся в местах лишения свободы кто-то за какие-то свои деяния проступки деления нет то есть да никакого никакого деления все вместе все в одно время пьют чай все ходят на одни и те же какие-то там мероприятия все здороваются между собой но конфликты бывают везде ну конечно это есть и везде вот вместе отбывая там большой срок люди друг друга могут назвать подругами какой-то есть какой-то взаимоотношение подруга нет там такого понятия как подруга не применяют такого термина не применяют а какой применять или вообще есть ли что-то такое взаимоотношения так скажем называют одна хлебка моя одна хлебка да потому что ты делишь один хлеб ну вот как-то вот только а есть какие-то условные там скажем лидеры которые там если случился конфликт там решают этот конфликт ну какие-то лидеры общества вот этого мнения а ну наверное у каждого отряда где женщины отбывают наказание точнее где проживают вместе бывают старшины то есть это как старосты их называют в колонии их называют буграми 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 ну вот такой вот какой-то будем так говорить такой заковской сленг бугор вот их называют бугры выделяются от общей массы вероятно потому что он имеет лидирующую позицию среди иного будем так говорить числа осужденных вот и вот вот эти бугры они же старшины старшина как старосты то есть делают какие-то распределения выполняют какую-то будем так говорить административную роль в бытовой жизни этих осужденных лиц то есть в их быте они являются администраторами их быта само отношение администрации колонии к осужденным ты знаешь все же зависит от людей все по-разному но эти бедные администрации вот я на них смотрела мне казалось что они сами отбывают наказание честно вот представь многие из этих из этих сотрудников да это те люди которые живут в той же деревне Жаугаште да где находится колония и вот они изо дня в день приходят на территорию да этой колонны этой колонии этой зоны заходят за эту колючую проволоку ну не важно что ты там в мундире либо в форме ну ты так же обитаешь в этой среде а среда определяет твой твой твои стереотипы и как бы основную парадигму твоего мышления и представь вот какое у них может быть сознание это это вот ну это это вот тоже люди которые которым нужно сострадание и сочувствие я когда слышу когда их там кто-то чихвостит ну не знаю прям точно так же проводят с тобой время я же говорю так же отбывают с тобой срок это не та профессия которую можно мечтать ну конечно это же очень тяжело это очень тяжело и очень много конечно добрых людей очень много сердечных людей очень много людей которые понимают твою боль очень много людей которые отзываются тебе там да очень много которые пытаются тебе хоть чем-то помочь кстати в колонии не настолько строго как в следственных изоляторах то есть не настолько вот прям совсем строго разное все по-разному у всех по-разному Есть те, с которыми кто-то вот прям В войной стоит А есть те, с которыми Люди помягче Это вот все же в жизни относительно Конечно Обратный отчет все ведут? Уточни К дате, когда человек Покинет эти места Конечно, каждый это считает Это святое? Это святое из святых Я же, я повторюсь Для арестанта Даже назову этим Блатным сленгом для зэка Существует только два праздника День рождения и день его освобождения А день освобождения важнее, чем день рождения Поэтому, конечно Даже тот, кому некуда идти Он все равно очень хочет Вернуться На свободу Сама колония учит к чему-то? Пребывание вот именно в этом месте? У всех же по-разному Кто что хочет видеть Тот и в жизни То получает Для меня, конечно, я считала, что пребывание там Для меня это Мое отношение было очень философским И я к этому пути отношусь очень трепетно Кстати, я очень часто же об этом не стесняюсь Я говорю, что я там пребывала Что я находилась там Что я была Я могу рассказывать об этом Многих это смущает Многих это смущает Кто-то говорит Кто-то говорит Зачем об этом говорить А для меня это как бы норма жизни Норма вещей Но это мой путь Это же мой жизненный путь Но слов из песни не выкинешь Это в моей жизни было Я не пытаюсь этого скрывать И не пытаюсь об этом кричать Но это был мой жизненный путь Но то же самое, как, например Ты бы мне, Арман, рассказывал Вот я там Когда был в командировке Там-то Ты же без каких-то Ты же не пытаешься скрыть Что ты был в командировке То есть этот отрезок жизни Он не пустой? Он не пустой Это самый Самый такой насыщенный Самый эмоционально богатый Очень такой, знаешь Богатый Богатые четыре года На восприятие мира На то, что ты начинаешь Внутренне меняться Я очень благодарна этому пути По крайней мере, потому что Я перестала быть высокомерной Ну, признаюсь Мы же все мы с какими-то своими, знаешь Будем так говорить Этими нюансами Я У меня раньше Даже когда какие-то моменты были Я могла употребить такое слово Да кто ты такой там Либо кто ты такая Чтоб мне что-то говорить Либо еще что-то Я сейчас не могу так говорить Потому что Кто я такая Чтобы ставить себя выше кого-то И говорить кому-то Кто ты такой Как могу говорить я Которая лежала В одной секции В одной комнате С разными людьми С разными душами С каждой Со своей Разной Историей жизни Ну, будем так говорить Каждой Со своим жизненным кейсом И когда ты соприкасаешься с человеком И когда ты начинаешь в нем видеть То есть Видеть в нем часть Бога Видеть в нем дыхание Бога Ты не можешь ему уже сказать Что Ну, не идет Невозможно Поэтому Первое Самое главное За что я благодарна тюрьме Она научила Меня Не осуждать людей Не судить людей Не вешать ярлыки И Не считать Что Вот я Она Из высшего общества А если у тебя не тот социальный статус То ты никто Нет Я Однозначно Себе То есть Я однозначно уверена в том Что Как только человек Начинает так задирать нос У жизни Всегда найдется прием Чтобы Человека Щелкнуть по носу Либо дать Сильный шалбан Чтобы его приземлить Поэтому Будем так говорить Это был урок моего приземления Заземления Нет такого Осуждения Никому Ни к чему Ни за какое действие Произошло Всевышний сам знает Почему В его жизни Вот жизни Какого-то конкретного человека Конкретной души Вот такой сценарий И я не имею права В этот сценарий лезть И давать оценку Этому сценарию Потому что Разные ситуации Бывают Совершенно разные Вот кто-то говорит Ах Убийца она А Динара Девушка Да Да Она убийца Ей дали 8 лет Но она убила Мужчину Который Показывал Свою письку Своим Ее детям И там Что-то там Пытался кого-то Что-то потрогать Что-ли В порыве гнева И Ненависти Это произошло Что нужно было сделать Она не выдержала Да Она убила То есть И куча других Ситуаций Жизненных Событий Много Как можно Их кого-то Осуждать Вот вы говорили Про Всевышнего В целом Вот В колонии Именно Вот Женщины Насколько часто Обращаются К Богу К высшим силам И Насколько Это все Помогает Такой вопрос Интересный Но очень глубокий Как оно все Помогает Иногда Ты знаешь Всевышний Всегда помогает Он всегда Рядом Он всегда Есть Но Вопрос В другом Слышишь ли Ты этого Либо не Слышишь Но Человеческий Человеческое Эго Иногда Даже Диктует Другое Ты Если что-то Что-то В твоей жизни Происходит Не так Как ты Это ожидаешь И как ты Это хочешь Что было И как ты Себе там Примерно Общество Навязало Блайву Лугерик Если Ты чуть-чуть Выбиваешься Из этого Будем так Говорить Из этой Проекции То Ты начинаешь Считать Что Бог тебя Не слышит Ты начинаешь На него Злиться Ты начинаешь Его ненавидеть Об этом Редко Кто говорят Но на самом деле Недовольство Жизнью Это агрессия К самому Всевышнему Недовольство К жизнью Недовольство Жизнью Это и есть Самый Страшный Грех Ну вот Как грех Будем так Говорить Неконструктивная Идеология Неконструктивная Парадигма Мышления Назовем Это так Потому что Когда Ты не Принимаешь Те события Которые в твоей жизни Происходят То Ты делаешь так Что оно еще Больше усугубится Понимаешь Это вот как Рикошет Обязательно Обязательно Есть отлет Когда Я пришла Когда я попала В эту ситуацию Я попала В тюрьму Я У меня Полное Было Непринятие Этой ситуации Полнейшее И у меня Была такая Обида На Бога На жизнь На людей Это же Ну это же Эмоции Ты представь Я прям Обижалась На Всевышнего Я прям Перестала Молиться И сказала Все Я вот Я вот Честь Да вот Я не понимаю Ты говорил Помогать Я помогала Ты сказал Занимайся Благотворительностью Я делала Ты сказал Делай так Я все делала Почему так Произошло Почему ты Сделал так Что я Осрамилась На То есть Осрамилась В обществе Меня называют Мошенником Подлецом Вором Почему ты Так все Это сделал Это была Огромная обида Почему ты Разлучил меня С детьми То есть Ты же знаешь Что все по-другому Ты же все знаешь Ты знал Мои намерения Внутри Почему ты Так сделал Я его прям Ненавидела На тот момент Но Всевышний Всевышний Тоже Раскрывается И многогранен Через нас Мы все Проявления Ну будем Так говорить Его видения Это имело Место быть И даже Находясь Там В колонии Я еще В этом Пребывала Какое-то еще Очень много Было проделано Четыре года Работы Над собой Были Направлены На то Чтобы Принять Все то Что в твоей жизни Происходит Принять то Что ты Лишилась Репутации Что твое Реноме Она вот Просто Не просто Подмочено Оно прям Залито Грязной Слизью И ты уже Ну Тебя всегда Когда ты даже Появишься Где-то в обществе Будут говорить То есть То есть Ты Это в жизни Это вот Любой человек Который попадает В такую ситуацию Обычно Вот такое Вот есть Мы же казахи Тем более А казахский Менталитет Это он какой Мощный Мы же Все казахи Мощные судьи Первые судьи Поэтому Кстати По статистике В Казахстане Больше людей Которые подают Заявку На Судейский полк И Ты знаешь Потом Чем больше Я начинала Принимать Все то Что происходило В жизни Чем больше Я училась Доверять Творцу Тем больше В моей жизни Начались Позитивные изменения Ты не поверишь Сказать Что я прям Все вышла И у меня все Я такая Сразу Нет Я знаешь Сколько Эту боль Еще несла Я до сих пор Ее несу Часть меня Она до сих пор Еще сидит в тюрьме Часть меня Вот часть меня Гульзады Салим До сих пор Еще сидит в тюрьме Потому что До конца Я себя Еще оттуда Не вытащила Морально Психологически Но Я очень много Работаю над этим И Самая главная Моя Работа Над собой Она Заключается В том Чтобы просто Максимально Научиться Доверять Творцу Доверять Всевышнему Это огромный труд И он Самый тяжелый Это самая Тяжелая Работа Мы Многие люди Не умеем Этого Делать Даже Те Которые Очень Молящиеся Очень Молящиеся Очень Богобоязненные Вот Богобоязненные И Боголюбящие Это же Разные Люди То Когда ты Делаешь От страха И то Когда ты Делаешь От абсолютной Верой И Я Вот сейчас Этому До сих пор Продолжаю Учиться Но Чему Научила Тюрьма Научила Несмотря ни на что Продолжать Любить Жизнь Научила Меня Тому Чтобы Что бы Не происходило В жизни Уметь Видеть В жизни Только Позитивное Иногда Так тяжело Хочется Прям Кого-то Прям Прям Так Осудить Его Ну Так даже Если Вырвется Такое Человеческое Эгоистичное Потом В сторону Отойдешь И Успокойся Все Имеет Местность Потому что И начинаешь Сама его Оправдывать Потому что Это вот так А это вот так А потому что Так И в результате Все потому что Когда-то В советское время Мы были все Казахи Репрессированы Поэтому мы все Такие В результате Сужа Хадет Калас Ну и Наверное Это и есть Один из Инструментов Принятия Да Вот жизни Всегда Находить Всему Оправдание В первую очередь Самому себе Внутри себя И Жить в абсолютном Доверии Творцу Я пока На стадии Вот когда Вы находились В колонии Задавались Вопросом Для чего Это все Случилось С вами Конечно Не только В колонии И до сих пор Задаюсь вопрос И всегда Ищу Есть ответы Да Какие Много Все перечислить Ну самые Такие Первое Первое Все же Имеет Все регламентировано Все мысли Которые происходят У человека В какой-то сложной ситуации Они имеют Определенный регламент И уже Кстати Статистически Первое Ты говоришь За что меня наказали За что ты меня Всевышний наказал Потом второе Значит Наказал Всевышний Да Не человек вас наказал Нет Не судебная система Сейчас расскажу По очереди Ты говоришь За что ты меня Всевышний Так наказал Такие стенания Потом второе Начинается Кто-то Маган значит Ухаган Мин ухт Тастаган Жолджал Тастат Видимо Солайболда То есть Вначале Ищешь виноватых Потом Говоришь Какие все Люди Гады Твари Завистники Какие они Бестыжие Да Они не выдержали Не вынесли Да Потому что Ты так А ты вот такая А не Куралмада Куралмаган Козят Кэтта И это Их Зло Поэтому А ты Жертва То есть Ты это Пока в стадии Жертвы Пребываешь Вот И Кстати В тюрьме Все друг другу Жолошат Ты знаешь Все Куркель И все Огнем Жолошат Еще как-то Жолошат Ох Это вообще В тюрьме Преобладает Тенгрянство Да Да Там Преобладает Все Там Верят Во все Что дает Хоть какую-то Надежду А потом Уже Приходит Немножко Другая Стадия Когда Ты Начинаешь Винить В себя То есть Почему Так Произа Что Я Сделала Какими Своими Будем Так Говорить Нелицеприятными Неподобающими Действиями Я Разгневала Жизнь Творца И Начинаешь Копаться Ищешь Ты говоришь Ну Не ищу Причину Имеет Просто быть Почему Так Произошло Всевышнему Виднее Конечно Ты можешь Искать Массу Причин И причин Может быть Много Даже Вплоть Ты Заходишь До того Что Где-то Скорее Всего Виноваты Твои Родители Их Карма Либо Там То Что Советский Союз Когда-то Притеснял Твоих Дедов Бабушек И Вот Оно Оказывается Текпен По Роду К тебе Это Пришло И ты Отрабатываешь Ой Масса Вариантов Но Вопрос Другом Все Ответы Знает Сам Всевышний Все Ответы Знает Наша Душа Если Такой Сценарий Жизни Был Выбран Не знаю Спроектирован Называем Как угодно Значит Так Должно Было Быть Значит В этом Есть Какое-то Благо И Задача Находить Не копаться За что За какие А Что Позитивного В этом Есть И Что Полезного Я Для себя Могу Из этой Сей Ситуации Взять Поэтому Это Наверное И советы Многим Людям Которые Проходили Тяжелые Периоды Жизни Всегда Ищите Благо Всегда Ищем Позитивное Зерно Чем Чем Больше Будем Находить Позитивного Позитивных Зерен В какой-то Определенной Ситуации Тем Больше Ситуация Будет Выравниваться Выруливаться Исправляться И сама Картина мира Картина жизни Она тоже Начнет Справляться Ну Пока Вот как-то Вот так Ну И в конце Кем Была Гульзада До Тюрьмы И Кем Стала После Остаюсь Конечно В первую очередь Остаюсь Просто Гульзадой Просто Остаюсь Женщиной Просто Остаюсь Человеком Со своей Историей Неважно Удачной Неудачной Но С моей Историей Личной Историей Кто Были Мы уже Перечислили Вначале Мы-то Кем Мы были Мы были В социальных Ролях Мы больше Были Социальные Марионетки Мы же Всегда Хотели Производить На кого-то Впечатление Нравиться Еще Как-то Еще Вы играли Роли Да мы Всегда Все мы Играем Роли Что там Кривить Душу И что-то Там Придумывать Мы все Играем Роли Мы все Врем Все мы Вруны Да Все мы Прикидываемся Мало Кто Говорит Правду То что Думает То что Хочет И все Так люди Живут В этой Иллюзии В этой Уже Кто я Сейчас Сейчас Я Более Для себя Я сейчас Более Понятна Более Настоящая Более Настоящая Более Понятная Конечно Еще Куча Как говорится Недоработанных Внутренних Моментов Но По крайней мере Я их уже Вижу В лицо Раньше Я их Все время Не хотела Видеть Сейчас Я это Вижу Вижу Плюсы Вижу Минусы И Просто Продолжаю Жить И Самое Главное Что Сейчас Ты уже Действительно Живешь Для Своего Внутреннего Душевного Состояния Потому что Только Это Главное Сейчас Я иногда Когда думаю А когда Мы придем К Всевышнему Придем Мы К Творцу Вообще Будет ли Иметь Мнение Кайрата Берика Серика Айгули Светы Маши Будет ли Иметь Это Какое То Значение Когда Мы Придем К Самому Всевышнему И Те Перед Которым Мы Казая Хотели Казаться Лучше И Круче Чтобы Оправдать Их Ожидание О нас Они Завтра Перед Богом Скажут За нас Какое То Слово Конечно Нет Поэтому Есть Смысл Изображать Кого То Поэтому Сейчас Я Наверное Просто Настоящее Я И все Без Роли Ну Какие-то Еще Роли Есть Не Без Этого Невозможно Же Сто Процентно Все Себе Скинуть Стать Такой Святой Но Если Я Стану Сто Процентно Святой Мне На Земле На Планете Делать Ничего Что Если Я Такая Вся Прям Прям Святушка Светушка Волоса Мне Тут Делать Ничего Мы Приходим Здесь Проходить Опыт Жизни Я Что Что Внутри У Меня А Не Тому Что Хочет Кто-то От Меня Увидеть Получить Узнать Услышать Оглядываясь Назад Ту жизнь Которую Вы прожили Какой Вы Для Себе Сделали Вывод Что Самое Ценное Оказалось Из Всего Что У Вас Было Прожито Сама Жизнь Сама Жизнь Сама Арман Жизнь Она И Есть Наша Самая Ценная Вот Вот Разберồi Которому Мы Идем Жизненный Путь Мы Все Время Какое Счастье Ищем То В Эт За Этот Куст Заглянем То Вот Этот Куст Заглянем То Еще Где Сдем А Истинное Счастье Сам Твой Жизненный Путь По Которому Ты Идешь Вот Это И Тво И И Есть Тво Счастье Самое Ценное Я Только Сейчас Начинаю понимать. Гульза, спасибо. Время пролетело незаметно, очень было интересно с вами побеседовать. Я бы хотел обратиться к нашим зрителям. Уважаемые зрители, пожалуйста, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу сегодняшнего выпуска. Если это видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк. Ну и не забывайте подписываться на наш канал.